В преддверии 1 марта на улицах болгарских городов появляются множество торговых точек, которые продают так называемые мартыницы. И наверное вы видели эти мартыницы, которые болгары надевают каждый год 1 марта на себя и свою одежду и дарят своим близким. И даже что-то слыхали об этой необычной традиции. Но давайте все же сверим часы, так сказать. Все ли вы знаете об этой необычной традиции? Поэтому заваривайте чайок и присаживайтесь поудобнее, так как сразу после заставки мы начинаем. И кстати привет, Харьковский болгарин с вами. Прежде чем приступить к рассказу о мартынице, я хочу попросить вас, дорогие зрители, не делать поспешных выводов и не набрасываться на меня с негативами из-за того, что сейчас происходит на Украине. Я осуждаю российскую агрессию и уже выпустил ролик по этому поводу, а также достаточно подробно описал свою позицию у себя в телеграм-канале. Можете перейти по ссылке в описании и ознакомиться с ней. Но я принял решение, что я буду делать то, что я умею лучше всего, а это и дальше вести свой канал и рассказывать вам о Болгарии. Канал не должен простаивать и новые ролики на нем будут выходить в прежнем режиме. Если вам трудно принять это, то я вас пойму. Не хотите смотреть сейчас, потому что вы не в состоянии. Я вас тоже пойму. Посмотрите потом. Я вас призываю, прежде всего оставаться людьми и вести себя подобающе. Понятно, что можно все прочитать в википедии и узнать, что в Болгарии каждая первая марта празднуется наступление весны. Праздник Баба Марта или в переводе Бабушка Марта, на который люди друг другу дарят эти самые мартеницы. Мартеница это небольшое украшение из шерстяных или хлопковых ниток в виде амулета, чаще всего из сочетания белых и красных. Но встречаются и нитки других цветов. Белый цвет амулета символизирует мужское начало, силу, солнце. Потом переосмыслен как цвет девственности и непорочности. Красный, цвет крови и женского начала, здоровья, рождения. Надевают их в первый день марта, чтобы в течение года быть здоровыми, счастливыми, защищенными от сглаза, порчи, злых духов и это вот все. Данная традиция есть не только у болгаро-македонцев, но также встречается в Молдавии и Румынии, где мартеница называется Мерцешо. Однако я хочу рассказать о старой болгарской легенде, которая не указана в википедии и в отличие от молдавской или румынской легенд, имеет и некую историческую подоплеку или если хотите достоверность. Итак, легенда гласит следующее. Под конец своей жизни правитель Великой Болгарии Кан Кубрат, которая в те времена находилась при Черноморье на территории нынешней Восточной Украины и Кубании, призвал пятерых своих сыновей, которых звали Бадбаян, Котрак, Аспарух, Кубер и Альцек и попросил их сломать связку веток, что лежало у очага. Каждый из сыновей по очереди пытался разломать связку, но ни у кого не получалось. Тогда Кан Кубрат попросил дать ему эту связку и лежа на смертном одре он переломал каждую ветку одну по одной, вынимая из связки. Этим примером он хотел показать, что вместе они будут едины, так как союз создает силу и велел им не разлучаться, быть едиными, сильными, чтобы никто не смог сокрушить их, как это произошло с палками, если брать их одну по одной из связки. Братья поклялись в верности и единству и услышав клятву братьев, Великий Кан улыбнулся с радостью и вздохнул последний раз. Но не успело его бездыханное тело остыть, как братья тут же переругались между собой за право занять титул отца, чтобы стать правителем Болгар. Этим воспользовались Хазары и напали на Болгар. Хазары сумели захватить в плен дочку брата Хубу, по другим преданиям ее звали Калина. Предводитель Хазар, Каган Ашин, предложил сыновьям Кубрата признать его своим правителем. Взамен он обещал отпустить их сестру и оставить им их земли. Братья предстали перед нелегким выбором. Старший брат Батбаян признал власть Хазар, чтобы остаться со своей плененной сестрой. Остальные не подчинились приказу предводителя Хазар и разошлись в поисках свободных земель для своих племен, оставив старшего брата и сестру в руках врага. Один из братьев, Котрак, пошел на север, а остальные, Аспарух Кубер Яльцек, отправились на юг разными путями. Перед расставанием братья договорились с Кубой и Батбаяном оставаться им у Кагана Ашина до тех пор, пока они не найдут новую землю. После того, как Аспарух со своими людьми нашел новую землю для основания Новой Болгарии на Балканском полуострове, послал им орла с привязанной к лапке птицы золотой нитью, что было знаком бежать от Ашина и следовать за ними. Получив эту радостную весть, Хуба и Батбаян бежали из плена и добрались до земель вокруг устья Дуная. Но не зная точно куда идти, Батбаян и Хуба взяли белую нитку и повязали лапку этой птицы, так как только орел мог указать точный путь. Они отпустили птицу в полет, но в этот момент появились преследователи из племени Хазар и начали стрелять в них. Батбаян был ранен стрелой и конец нити, которую он держал в руках, окрасился в красной от его крови. В этот момент на другом берегу реки появился Аспарух со своими воинами. Когда Хазары увидели войско Болгар, они обратились в бегство. Аспарух поприветствовал Хубу и Батбаяна и отвел их к себе. Он взял у Батбаяна ту самую нить и связал ее белый конец с красным. Он повесил каждому из своих воинов по кусочку этой священной нити, которая снова объединила братьев и сестру. Так со своей победоносной армией он положил начало новому болгарскому государству. Он поклялся, что красно-белая нить никогда не должна быть разорвана, ибо эта окровавленная нить навсегда свяжет болгар. Они назвали ее Мартыницей по имени Месяца, когда это произошло. И эта Мартыница стала символом удачи, любви, счастья и объединения. А девиз «Союз создает силу» или по-болгарски «Соединение то праве силата» стал национальным девизом болгарского народа. С тех пор 1 марта все болгары украшают себя красно-белой Мартыницей, которая стала той самой прочной нитью, что связывает болгар всего мира в одно целое – быть сильными, счастливыми и едиными. А девиз «Соединение то праве силата» написан на фронтоне здания Народного собрания Болгарии. Красивая легенда о появлении Мартыниц есть у болгар, ничего не скажешь. Но мало кто знает, в том числе и среди современных болгар, что отчасти в ее появлении виноваты даже русские, пусть косвенно и весьма опосредованно. Все дело в том, что в первой четверти прошлого века в Болгарии в связи с ухудшением отношений с Российской империей роль протоболгар в болгарской истории стала преувеличиваться за счет роли славян. В связи с этим, а также из-за того, что протоболгарских мифов и легенд практически не сохранилось, стали популяризироваться для массового потребления несколько историй, приписываемых болгарам раннего средневековья, когда зародилась болгарское государство на Балканском полуострове. Так, в 30-е годы был раскручен миф о появлении Мартиницы, связывающей ее с Каном и Спарухом, включая и эту самую легенду о Кане Кубрате и связке палок, которую вы только что услышали. Но как бы там ни было, Мартиница, или как ее еще называют, Мартинка в Северной Македонии, Марта или Марти в Северной Греции, а также Мартичка, Гадалушка или Гадалушка и Кичелка, включена в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Сама традиция ношений Мартыницы такова. Их носят до первого цветущего дерева или появления первой перелетной птицы, то есть до весны. В некоторых местах их носят до конца марта. После этого их вешают на ветки цветущего дерева или кустарника, или кладут под камень. В последнем случае, если через месяц под камнем окажутся муравьи, год будет плодородным и благополучным. Так во многих местах Болгарии традиционно можно увидеть деревья и кусты, украшенные мартницами. Другой обычай вносить их до прилета первых аистов и только потом вешать их на дерево. В некоторых районах Болгарии амулеты также используют для украшения домашних животных и фруктовых деревьев. Иногда мартницу опускают в ближайшую реку, чтобы она пошла, как идет река. Традиция также гласит, что мартницы приносят счастье и удачу в случае, если она вам подарена. Поэтому все дарят эти амулеты своим родным и близким. В окрестных Софии, населенных пунктах и южнее в сторону городов Мелники и Сандански, вместо белой нити в мартницу вплетают синюю против сглаза, а в родопах добавляют еще несколько цветов. Мартинницы классического вида из двух кисточек красного и белого цвета еще называют пижо и пенда и сами кисточки делают похожими на человеческие фигурки. Пижо и пенда это имена влюбленных, о которых также существует красивая легенда. Согласно ей, Пижо был красивым, но скромным молодым человеком, который славился своим трудолюбием и добрым нравом. Он был любимцем всей деревни, в которой жил. Он всегда был готов прийти на помощь своим родносельчанам, поэтому от постоянного труда его щеки всегда были красными. Однажды Пижо повстречал красавицу Пенду, в которую влюбился с первого взгляда. Она была самой красивой девушкой во всей деревне. Обладала честной и скромной душой, была доброй и отзывчивой девушкой. Ее волосы были черными, а кожа – самой белой из всех, что кто-либо когда-либо видел. Пижо был очарован ее красотой и попросил ее стать его женой. Пенда также выбрала Пижо своим спутником жизни. Тогда молодые люди устроили большую свадьбу, на которую пригласили несколько соседних деревень. И пришедшие на свадьбу люди, восхищенные красивой парой, решили увековечить их в двух фигурках – красного жениха и белой невесты. И вот по сей день Пижо и Пенда каждый год наблюдают за нами в виде мартыничек, и напоминают, что сила любви облагораживает человека и делает его бессмертным. Другой вид мартыницы, самый популярный в последние годы, особенно среди молодежи, представляет собой переплетенные нитки красного и белого цвета, зачастую с нанизанными другими украшениями – бусами и лимониста, чтобы получился своего рода браслет, который одевают на руку и носят не снимая, даже когда идут купаться. Поскольку традиция дарить друг другу мартыницы распространена повсеместно, то перед 1 марта люди покупают целые наборы разных браслетов и дарят подряд всем своим близким, и у каждого человека после этого запястья рук увешаны множеством разных мартыниц. Но в последние годы, в ковидные времена, спрос на мартыницы сильно снизился, продажи упали, так как люди стали меньше видеться друг с другом и дарить их друг другу. Что касается меня, моей семьи и близких, то я решил не дарить их и не носить, во избежание передачи и разноса человека к человеку вирусов, бактерий и прочих нечистот и зараз. Ведь как ни крути, но постоянное ношение браслетов из ниток, не снимая в течение нескольких недель, не сильно гигиенично. Также остается достаточно спорным вопрос о том, стоит ли их вешать на деревья. Традиции традициями, но они все по большому счету языческие и связанные не столько с чем-то рациональными необходимым, как с разными суевериями, ведь привязав нитку или веревку на дерево, а потом долго не снимать ее, ни к чему хорошему для дерева не приведет. Мартинецы же не принято снимать по традиции, поэтому часто приходится видеть, как они висят еще долгие месяцы и даже годы, причиняя вред веткам дерева. Еще они могут стать причиной смерти птиц, которые их путают из-за яркой окраски с плодами деревьев и глотая их задыхаются. Поэтому мое отношение к этой традиции сдержанное. Красота красотой, но иногда не помешает думать головой. А что скажете вы? Узнали ли вы что-то новое об этой интересной традиции у болгар? Если у вас опыт ношения Мартинец, как позитивный, так и негативный? И что думаете вы о непреднамеренных плохих последствиях, которые могут появиться после необдуманного и слепого следования традициям? И не только на 1 марта? Напишите в комментариях, мне будет интересно почитать. Ну а вы обязательно подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые ролики о Болгарии, которые я уже готовлю для вас. До новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok